Девушки отдыхают 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 И настал определенный момент, когда сетевые организации начали проводить зачистку и в охранной зоне производить эти вырубки. Другой вопрос, насколько они происходят сейчас правильно. Мы над этим работаем совместно. Иван Анатольевич, я так понимаю, про Вас идет речь? Да, на самом деле, сегодня мы на территории города Красноярска, а также и районах Красноярского края проводим работы по расчистке просеки и вырубке зеленых насаждений. Где-то подрезаем, где-то вырубаем. Действуем мы в рамках ремонтной программы. Эта ремонтная программа, она в первую очередь у нас нацелена на повышение надежности. То есть, что хочу отметить. Вот этот эмоциональный фонд, фонд в городе, который создался, знаком с ним. Хотелось бы прокомментировать, что мы сегодня видим и говорим о красоте. О красоте, о зеленых насаждениях. Да, я тоже житель и гражданин города Красноярска. Хочу, чтобы город был красивым, зеленым. Ну и было чем дышать. И было чем дышать, да. Но мы не видим другой стороны. Значит, у нас регулируемая организация. Мы сетевая организация. Основная наша функция сегодня заключается в обеспечении надежности электроснабжения. Поэтому вот эта вот ремонтная программа, она направлена именно на то, чтобы поддержать надежность и не снизить ее. У нас, мы находимся в сибирском регионе. Достаточно суровые зимы у нас, да. И протяженные. Поэтому требования к нам достаточно жесткие в этой части. И вот то, что сегодня мы выполняем эту работу, у нас ремонтный период выполнения ремонтных работ сокращен в отличие от западных городов Российской Федерации. Он у нас там, условно говоря, с апреля и по сентябрь. То есть в теплое время года вы можете ремонтировать? Да, да. То есть у нас промежуток ремонтной программы, он совсем короткий. Грубо говоря, там полгода. Поэтому мы сейчас проводим работу по российской просеке, по вырубке. Мы действуем в рамках, в которых находимся законодательными методами. То есть есть постановление правительства Российской Федерации, 160-е, регулирующее нас. Значит, у нас, повторюсь, наверное, и отмечу, что у нас охранные зоны, они в городе Красноярске все зарегистрированы. Мы сегодня ведем работу на воздушных линиях 110 кВт. Значит, первое. На каждой линии 10 кВт у нас, под каждой линией питается порядка 3-4 подстанции 110 кВт. Каждая подстанция 110 кВт питает несколько микрорайонов, квартовов и районов города. И они еще между собой все в схеме электроснабжения зарезервированы. Поэтому, если вдруг мы допустим, то, что у нас дерево или ветка тополя упадет на провода и отключится линия. Одна история, когда она упадет и слетит, да, ну, своим языком сейчас говорю, значит, и там раллийная защита отработает, и линия включится. Значит, мы останемся со светом. А другая история, если мы эти деревья все запустим. И вот те истории, когда у нас приходят неблагоприятные погодные явления со шквалистым ветром, там, 25 метров в секунду и выше, да, ну, по новостям же все смотрим, когда у нас деревья лежат на дорогах, на машинах, крыши срывает. Та же история происходит с этими деревьями. И когда массивное дерево упадет на эти провода, не дай бог, на линии 110 кВт эти провода будут порваны, или еще повлечет это развитие аварии с падением опор, у нас, вот, у меня есть даже статистика, там, с 13-го года, Москва, Московская область, когда были... А давайте мы к этой статистике обязательно вернемся. Я сейчас предлагаю принять звонок от телезрителя. 202-22-22, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Ольга, и у меня такое мое мнение, что, да, я согласна, деревья надо периодически подновлять, в связи с тем старые вырубать, а новые подсаживать, потому что старые, ну, не всегда красивые, они как бы, ой, ну, и выглядят некрасиво, там, и громоздкие такие, непонятно, лучше, конечно, если свежие сажать, которые будут молодые, растители. То есть вы за такое постепенное обновление? Да, да. А вот у нас эколог в гостях сегодня, что вы по этому поводу скажете? Ну, уже много сломано копии на эту тему. Ну, на самом деле, у меня на эту тему две буквы «э», экология, да, и мы все прекрасно знаем, что без зеленого каркаса город Красноярск, исходя из исторически сложившейся промышленности и загазованности, и в соответствующем мы геодезических условиях живем, да, и у нас и свои метеорологические условия, особенности НМУ, инверсия температуры. Мы, конечно же, без зеленого массива, зеленая масса, не будем зеленым городом, и у нас не все так будет хорошо. Ну, а вторая буква «г» — гармония. Во всем должна быть гармония. Если энергетики руководствуются своим федеральным документом, значит, они должны руководствоваться и нашими муниципальными документами. Если есть задача обеспечить защиту линии электропередачи, чтобы не было аварийных ситуаций, и все, что мешает убрать, но, может быть, это можно убрать не просто срубив и превратя это дерево в пень, Можно какое-то кронирование кроны сделать. Или пересадить это дерево, а не так сделать, как сделали на Павлова, да, когда красивые сосны, кедры просто валяются сейчас до сих пор на дороге, и все это настолько безобразно. И я понимаю, что жители, которые стоят и плачут, соседи, которые стоят и плачут, потому что эти деревья, они росли вместе с ними, а есть деревья, которые выросли вместе с этими детьми, которые родились там. Поэтому «г» — гармония. Гармония должна быть во всем. Если энергетики готовы, не просто простым дешевым способом срубить, еще и оставить после себя пень, не выкорчевывая его, а пересадить его. — Или снести, но посадить в другом месте. — Вот такой вариант. — Тогда мы, может быть, и найдем некую общую золотую середину, и не будет столько жалоб от гаража, не будет столько негатива по поводу конкретных сетевых компаний. Это все называется «соседи». Мы все соседи, мы должны уважать друг друга. — У меня тогда логичный вопрос. Мы все соседи, живем в одном городе. Вот тогда есть сети, есть деревья. А что было сначала? То есть были сети, а потом под ними появились ненужные деревья? Или вообще кто эти деревья под этими сетями садил? — На самом деле история очень простая. Раньше были сети, и никто вообще не смотрел, какой подросток, что растет. — Так действительно было? То есть не было законодательства? — Потом сети начали оформлять свои охранные зоны. — Сейчас мы говорим про вот эти вот две линии 110-го вольт на правом берегу, где ведется работа по российской вырубке. Это одна линия системно образующая, очень важная для центрального узла города, потому что это 60-е годы постройки, когда были построены две станции ТЭС-1 и ТЭС-2. И вот, коллеги, здесь хочу просто рассказать всем, чтобы все понимали. Вот у нас есть две станции в городе старые, которые обеспечивают город. Первое — это электроэнергия и генерация. Второе — это генерация тепла. И третье — это вода. То есть все для жизни обеспечения города, граждан и социально значимых объектов. И есть линия системно образующая между ними связь, которая очень важная сегодня для города. Не дай бог ее нам увидеть там в аварийном состоянии. Поэтому это год постройки 60-е годы. Вторая линия — год постройки 72-82. — То есть это было когда-то давно, когда деревьев не было? — Тогда совсем другая история была на той же улице Павлова и с домами, и с барами. — То есть то, с чем мы сейчас сталкиваемся, это просто такое прошлое наткнулось на сегодняшнее... — Поэтому нужно выходить из этой ситуации вместе. Не в одном порядке пришли, срубили и убежали. А прийти комиссионно с городом, с администрацией района, с общественниками, посмотрели. Да, никто не покушается на федеральный документ. Действительно энергетики обязаны нам делать гарантированное электричество, потому что мы останемся без света, воды и тепла. Но при всем при этом есть разное море способов и технологий, как это сделать красиво. И я думаю, что энергетики понимают, что в любом случае дальше эта ситуация должна развиваться именно в этом направлении. Тем более, что вот есть поправки в правила благоустройства, где уже появился пункт для владельцев инженерных сетей. И сегодня городской совет будет его принимать, и уже от этого муниципального документа никуда энергетик не уйдет. А вот посмотрим, уйдет или не уйдет, давайте примем звонок. 202-22-22, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Не слышим мы звонка, к сожалению. Но все-таки, если говорить о том, что мы соседи, все мы живем в этом городе, как город на все это реагирует? То есть, ну, мешают деревья, все, значит, убираем. Или вы как-то все-таки можете контролировать, влиять на то, чтобы вот эти деревья не вырубайте, пожалуйста, эти подрежьте, эти переселите куда-то? Или все-таки дали добро, и все? Как это происходит? Нет, добро категорически это дается. То есть, у нас оформляется разрешительный документ, разрешение на снос зеленых насаждений. Опять же, должно быть обоснование. Это действующий муниципальный контракт, либо обоснование для сноса больного, угрожающего опасности дерева. Соответственно, когда выходит этот документ, предварительно выезжает комиссия, которая осматривает и принимает все меры по сохранности зеленых насаждений. Это либо возможность его кронирования, как мы уже ранее говорили, либо, возможно, если это никаким образом не кронируется, то есть, трасса, грубо говоря, пройдет хойный. То есть, к сожалению, энергетики имеют право не делать разрешительную документацию, а просто письменно уведомлять. Описали письмо, приехали, срубили и уехали. То есть, получается, тогда город не уделил этому внимания должное? Нет. Сейчас в этом плане мы ведем работу как раз по изменению правил благоустройства, в рамках которых мы будем прописывать обязанность уже не рекомендательного характера, а именно обязанности. Ну, а я так понимаю, энергетикам тоже не стоит цель уничтожить вообще все зеленые насаждения. То есть, в принципе, если вы... Вы тоже рассматриваете такое, как переселение этих деревьев в какие-то другие части города? Поясню. Вот на самом деле сейчас он такой, что я вижу и со стороны Сергея там понимание, да, некая ситуация и от города, ты говорила, вот понимание. И на самом деле я подтвержу, что взаимодействие у нас с городом достаточно плотное сегодня. И у меня есть факты с собой, вот даже там готов показать их, когда мы, во-первых, мы каждую неделю собираемся на отраслевом совещании с городом, с всеми ресурсно-обращающими организациями, все это обсуждается, принимается на какие-то решения. Второе, когда речь идет о декоративных, искусственно высаженных зеленых насаждениях в городе, мы обязательно обращаемся в город. И вот у нас там есть на перекрестке города К высотный сквер, песочные часы, да, где там и елочки посажены и так далее. Значит, мы обращались в город, мы комиссионно, тяжело это было, но мы решение это приняли. Приехали коллеги, показали, как правильно нужно резать. Я просто хочу еще сказать о том, что мы сетевая организация с функционалом все-таки ресурсно-снабжающей организации обеспечения надежности. У нас нет в штатном расписании специалистов по профилю по озеленению. Поэтому нам показали коллеги, как эту елочку можно подрезать. Ну, вторую, третью подрезали, ну, как вот старались, так получилось. Постарались, как смогли. Я сейчас предлагаю прерваться на рекламу, и мы вернемся в студию.